привет друзья с вами схема сборки и самый модельный из всех модельных каналов сегодня дорогой мой друг моделист начинающий или опытный я научу тебя модельному волшебству вы знаете когда года три-четыре назад начинал то информации не было практически никакой пожилые дяденьки сидели на своих еще более пожилых форумах и чтобы найти хоть какую-то информацию уж тем более формуле 1 приходилось лазить искать все действовали по принципу а попробуй-ка найди сегодня все проще открываешь youtube забиваешь поисковике как карбоне детали и находишь нужный тебе ролик смотришь и обучаешься ну вот я тоже уже ворчу как старый пердун давайте перейдем непосредственно карбону сегодня я научу вас правильно и высоко технологично наносить карбоновой декали на пластиковые детали ваших формульных болидов пару слов о моих личных стенаниях на эту тему карбон бывает ребятушки разный я уже не буду вдаваться в подробности о том что он бывает различного рисунка как правило в современных болидах используются очень разные рисунок карбона и без специального литника специального листика с карбоновыми декалями собрать современный болид практически невозможно но есть на рынке вот такие просто листы заготовки с обычным карбоновым рисунком его активно юзают те кто собирают японские корчи и вечно они там карбоне свои капоты и прочие детали в моделизме формула-1 больше на вкус и цвет как говорится можно карбоне детали можно их и не карбоне все в принципе будет выглядеть реалистично потому что с карбоном как ни крути все таки модель выглядит немного игрушечна да она выглядит более по-богатому она выглядит достойней проработание но все-таки игрушечна потому что этот мелкий рисунок достаточно мелкий даже 24 масштаба не 20 все равно не способен в точности повторить ту сеточку которая есть на реальном карбоне кстати реальном карбоне давайте к вам сейчас его прям и покажу вот ребятки смотрите это формальный карбон проклеенный вот таким вот специальным клеем твердый зараза очень легкий очень прочный но очень эластичный на предмет сгибания этот небольшой элемент от болида романа гража нас гран-при азербайджана 2017 он там много крышился много сувениров ребятам надарил вот так все это дело выглядит поближе такой рисунок у него шахматной доски можно так сказать изнутри где не обработанная поверхность он довольно шуршавый ну состоит из такого углеволокна в общем-то достойная замена пластику он легче пластика он прочнее пластика ну и можно из него изготавливать самые различные конфигурации аэродинамических элементов специальной печи слоями выплавляют даже шлемы сейчас пилотов делают карбоновыми по этой самой причине нам хочется чтобы наши модели были аутентичные чтобы на них тоже был карбон и выходом является как раз таки самая обычная деколь обычная д не совсем дело в том что карбоне приходится места которые имеют сильные изгибы в самые разные направления и сделать это без каких-либо огрехов довольно сложно прямо скажу что применяя обычную технику нанесения декалей как обычно вы наносите их на свой болит окрашенный нифига не получится поэтому долгое время я потратил на то чтобы разобраться с этим работал с одним карбоном он был довольно хорош купил от той же фирмы он оказался каким-то бракованным там совсем отсутствовало клеящее вещество то есть он просто отваливался прикупил дешевый карбон от российской компании который просто рассыпался ты кладешь его в воду он рассыпается на миллионы маленьких частей наносить его было просто невозможно в итоге я пришел к вот этому карбону это томийский карбон как ни странно да который они не особо рекламируют стоит он намного дешевле чем карбон от других компаний от студии 27 вот хобби дизайна и так далее выбор у него небольшой там по мы всего четыре рисунка есть ромбик шахматное нанесение просто клеточка и по моему еще кивуар найти такой несложно на ebay на всяких там где вы там ищите все редкие вещи в общем при желании найдете по моему этот лист вместе с доставкой обходится что-то около 500 рублей это с ебэ в наш регион вот так что примерно в полтора раза дешевле чем хобби дизайн хобби дизайн выпускает вот в таких упаковках да у них листик чуть побольше ну совсем незначительно побольше это в данном случае кивлар углеволокно которая использовалась как раз таки в болидах 90-х но не везде использовалась она в основном на кожуках двигателей ведь такое золотистое желтоватое покрытие использовалась на каких-то аэродинамических юбках передних торцевых пластин антикрыльев и на днище и на днище друзья если у вас есть желание деньги то всю вот эту часть вот видите она матовая прям хорошо и на свету видно всю матовую часть можно покрыть вот этим киваром будет аутентично будет как надо но я честно говоря не хочу тратить половину своего листа на то чтобы у меня на маклара не было днище из кивара жаба душит как всегда как всегда ребятушки я наношу его в основном как раз на кожухе двигателя и на вот эти самые юбочки торцевых пластин антикрыльев так что в принципе пока я сражаюсь с упаковкой могу донести до вас следующую информацию купите себе один листик кивара его вам хватит на долгие долгие годы если он будет качественный конечно хобби дизайн стоит по нынешним ценам с подорожанием доллара что-то около 1000 рублей по моему один вот такой лист если вы делаете модель если карбонить ее прям по полной листика вам хватит на одну модельку надеюсь я не сильно вас утомляю информации я покажу в этом ролике как и что делать непосредственно руками но хочется как можно больше рассказать чтобы осталось как можно меньше вопросов а что такое карбона где его достать а какой он бывает давайте-ка я вам еще поведаю что нам понадобится для непосредственно нанесения этого карбона значит первое это специальные жидкости в данном случае это сет и солд мифические всемогущие можно использовать другие жидкости размягчающие декаль и приваривающий декаль особенно приваривающие к ним понадобится две кисти мягких желательно синтетических потому что натуральные вот эти кисти там из белки и так далее они теряют свои волоски и вы запаритесь потом вас будет бракована работа синтетика работает надежнее намного нам понадобятся зубочистки ну на всякий случай обязательно как и в работе с любимыми декалями нам понадобится водичка что касается воды в декалях и не знаю ходит столько мифов то она должна быть теплой то холодной то горной то родниковой да обычная вода из-под крана комнатной температуры вполне себе сгодится единственное чего надо избегать у меня в доме собака живет и кошка не периодически линяют вот этих волосков надо избегать потом все это останется если под декали уже нифига вы не сделаете нам также на всякий случай для выведения влаги понадобится много ватных палочек и самое главное в работе с карбоном ребятушки тот самый магический секрет о котором многие помалкивают вам понадобится фен добраться обычный бабский фильм а еще один очень важный инструмент его забыл он прям здесь лежит лезвие обычное лезвие я правда что делаю я хожу когда в парикмахерскую все время прошу мне подарить одно лезвие потому что никак не могу найти где они продаются вот эти старые лезвия для обычных старых ну для нас с вами для старых людей обычных бритв да не жилеты всякие там и прочее обычное лезвие найти его не знаю даже где тут я вам не подскажу ищите сами если найдете пришлите мне где я искал в ларьках союз печати искал в констоварах искал там где продаются всякие галантерейные штучки нету нигде вариант только сходить в парикмахерскую и просто постричься и выпросить себе лезвие ну и если уж до конца быть полностью информативным понадобятся ножницы для вырезания этих самых декалей возможно понадобится модельный нож и скорее всего для крупных деталей нам понадобится еще линейка и может быть кусочек бумаги но может быть в этой серии до этого и не дойдет ну что вы готовы постигать эту кучу барахла в виде волшебства моделирования сейчас будем карбонить ребятушки для начала небольшой лайфхак все ваши обрезочки даже самые мелкие не стоит выкидывать потому что всегда попадаются какие-то очень мелкие элементы например вот здесь на диффузоре вот эти задние стеночки они все должны быть про карбоне представляете для этого вполне возможно использовать всякие толщиной с волосок просто карбоновые обрезки так что не выкидывайте собирайте их в пакетик для начала я планирую определиться что нам нужно сегодня прокарбонить конечно можно было бы вам показать днище но она настолько сложная что я боюсь что начну психовать матюкаться она вам надо вот за этим наблюдать возможно мы попробуем что-то из как пита мы попробуем с вами вот такую простецкую деталь на первый взгляд простецкую это пластина заднего антикрыла она была карбоновая неокрашенная это кожух двигателя и это тормозные воздухозаборники вот такую вот сложно рельефную деталь я сегодня собираюсь прокарбонить да да ребятушки и не испытываю при этом никакой нервозности никаких проблем не вижу гораздо сложнее вам вот это будет деталь потому что большие плоские поверхности закрывать карбоном тяжелее сразу скажу может быть вас эта информация и удивит а значит что касается окрашивания тут тоже куча мифов куча информации моделисты советуют хотя бы грунтовать детали перед нанесением карбона я особого смысла в этом не вижу нормально он крепится непосредственно на пластик держится потом покрывается лаком в принципе все хорошо случаев того чтобы он отваливался или трескался еще не было единственное что неплохо бы подмотировать самым мелким абразивом ваши детали чтобы карбончик у было хотя бы за что цепляться ну и конечно нужно избегать крупных рисок каких-то крупных недочетов по детали чтобы ничего этого потом у вас не торчало из-под вашей декальки потому что облегает она очень и очень плотно деталь ну с чего начнем давайте наверно вот с этого он так лежит скромненько это пока убираем возможно сегодня будет длинная серия но я постараюсь вам максимально подробно все показать мы выбираем деталь мы выбираем карбон для начала я пытаюсь найти что-то из кусочков есть ли у меня куски достаточные для покрытия этой детали да они в принципе есть вот наш кусочек не очень его достаточно хорошо давайте не будем жмотничать начнем новый лист это потом скажете вот на как это говно кусочках нам показал ладно ребятки ради вас ничего не жалко все для моделизма все для формулы 1 блин вот я сейчас прорекламировал тамильский карбон вы кинетесь его покупать и вот так мало на и бы надо будет саши пшеничному стучаться в кейл крафт чтобы он привелась наконец-таки его нашу страну в нашей стране как вы знаете нифига не купишь из формульного моделизма значит довольно напонтованный пакетик тут написано как клеить видите в принципе все просто вы смачиваете свою декаль прикладываете ее к детали и потом берете полотенце такое знаете кухонная вот посуду только что жена помыла и прям проводите вот так и зашибись у вас все в карбоне немножко вранья томи ну да ничего и так вот он наш листик теперь мы для верности сейчас выжим сразу большущий кусок так его прикладываю ищу свои ножницы и вот так вот примерно чека вырезаю видите как у отхватили кусьмину но это просто если честно понтуюсь когда делаешь для себя так в тихомолочку то все там каждый миллиметрик вырезаешь лишнего не потратить лишние части мы убрали эх ничего бы не забыть давно этим не занимался значит что мы делаем пинцетик вот там еще что понадобится берем нашу водичку и здесь тоже очередной миф про декали одни говорят что нужно опускать в воду и там держать пока декаль не расслоится другие утверждают что нужно держать воду и в громко желательно на весь дом считать до 15 после чего вытаскивать не знаю я как-то в этом вопросе так как и во многих жизненных вопросах полагаясь больше на интуицию просто опускаю воду чуть-чуть поболтаю чтобы она покрылась водяным слоем вся принципе этого достаточно все вытаскиваем кладем открываем с этой сол значит сет честно говоря жидкость которой далеко не все сказать никто не умеет особо пользоваться эта жидкость для размягчения декалей но ее почему-то советуют наносить на саму деталь до нанесения декали я в принципе догадываюсь почему учитывая что она пахнет уксусом причем пипец как пахнет больше это рассчитано на обезжиривание детали деталь надо обязательно обезжиривать ребятки если не обезжирить и будет вам фиаско мы и обезжирили с этом больше я наверное им пользоваться не буду хотя ладно для про формы покажу вам не знаю открою сразу сол сразу пошел запах уксуса как его ненавижу пробуем нет еще держится ждем ждем немного времени можно не ждать держать в воде в это время считать как придурок до 15 дело ваше дело как говорится хозяйская нет какого-то единого шаблона до по которому нужно действовать кстати пока наша декалька мокнет размачивается я подключу фен при работе с феном я вам могу подсказать один простой лайфхак убирайте всего на хрен подальше потому что ветром сдует все и потом вы будете искать особенно если у вас нарезанные какие-то лежат декальки или запчасти мелкие все по улетает поэтому аккуратно чко действуем убираем все со стола я обычно это дело не на столе феном я работаю так сказать извините за выражение между ног зажимаю там все и зажимая свои стальные яйца и начинаю феном обрабатывать ну деталь да я просто подумал немножко кисточках вспомнил сразу еще одну информацию их постоянно путаю где от сета где от соло если вам не влом вы можете применить специальный метод от звука операторов просто наклейте кусочек скотча или изоленты разного цвета на кисточке допустим кисточка для сета у вас синий изолентой а для соло с красной но это так я вам уже такие вещи очевидные рассказы которых кстати сам не делаю рассказывать же легко делать сложно очкова вот сами подумайте вы бы вот такую хрень закарбонили бы просто положив сюда декаль и полотенцем вот этим кухонным протерев да хрен я думаю да отслоилась таниевский карбон меня радует прикладываем декаль к нашей детали оставляем места здесь у нас нужно чтобы сверху нам немного надо так где-то да вот так теперь берем ватную палочку и выгоняем воду из-под детали как видите она не желает загибаться да то есть смотрите вот она просто лежит листиком никуда она у вас гнуться не будет шоу опа обняла всю деталь купи чувак волшебный сол и все получится хрен волшебный сол не панацея скажу я вам с некоторыми декалями он вообще не работает мы размягчаем немножечко еще выгоняем влагу слушать вот в эти моменты я бы в принципе обрезал лишняк но можно сделать что можно обрезать там где она нам будет не нужно чтобы не было лишних загибов реально у яка сейчас уроню детальку будет не самым лучшим поступком с моей стороны скажи я вам ну так вот образно их можно по надрезать саму декальку чтобы потом ничего не мешало перейдем к солу в принципе на особо простых деталях можно ограничиться солом и ватной палочкой но я все-таки попробовал в фен один раз понял что больше я без этой штуки не могу ничего делать фен не только вашу деталь делает облегающий но он еще ее и приваривает хорошо карбон действительно становится частью детали ну что попробуем вот наша декаль покрытая солом эх уродись достаточно ну вот я уже перепутал кисточки где свет десол ай все-таки уронил не беда ну вот проходим теперь кисточкой где тут нам что нужно куда выгнуть так вот теперь нам понадобится лезвие потому что ни один нож модельный со своим лезвием не справляется с этими мягкими декальками нам понадобится лезвие которое тоже не всегда подходит для этих целей вот здесь если видите такая впадинка она такая хитрая как же нам с ней справиться подрезаем что-то тут лишнее убираем по мере возможностям можно даже палочкой попробовать пройтись все у нас получилось такое все торчащее все безобразное да еще немножко соло как говорят моделисты солом кашу не испортишь не очень удобная деталь для того чтобы держать его в руках но поверьте приборные доски декалить еще сложнее снова фен а а количество обожженных пальцев просто зашкаливает горячего то конечно надо следить чтобы вы не спалили не свою декаль не саму детальку так после второго прихода фена все уже хорошочка загибается куда надо да что что я не удерживая зараза так вот здесь у нас а а а а а а а а и вот тут у нас отверстие но я его не буду сейчас трогать потому что декаль очень эластичная когда она засохнет можно будет спокойно все это хоть модельным ножом хоть чем а возможно а вот и вот значит смотрите есть особо сложные места где все начинает топорщится все начинает выеживаться я просто беру ватную палочку не знаю по науке это или нет и прям сильно вдавливая прям сильно вдавливая просто укатываю эти штуки укатываю по самой не хочу вот можно по декале она уже сухая практически по ней можно прям вот так вот возюкать елозить убирать все мельчайшие косячки если вы ее не перепалили не переплавили конечно тут она загнулась опять вывожу вот здесь на ребре у меня появилась морщинка я стараюсь ее убрать вот на этом ребре выглаживаю все это на сложных рельефных деталях вот так можно действовать ватной палочкой здесь у меня явно воздушный пузырек он не так мешает я его проткнул и нами проткнул тут серединку декаль уже просохла можно потихонечку так вот сделать понимаю вам не очень видно после чего опять не стесняйтесь берите сол или другую размягчающую жидкость напомню которая работает с вашими декалями здесь снизу не очень красиво получилось но тут и не видать будет но вопрос осуществляем да хорош наверное тут в одном месте небольшой косячок я все-таки попробую солом подправить почти почти вдавилась у нас это сложная конструкция так в принципе все а нет ребятки не все вы думаете на этом все закончено вы кладете свою деталь и здесь уже начинает вернее продолжает работать ваша приварочная жидкость она остается там немножко и и химический состав все же попадает на деколь и несмотря на фен продолжает работать я могу так еще немножко пройти для верности то есть пусть она после этого полежит у вас хотя бы сутки деталь к чтобы хорошо все приварилась вы придете утром и удивитесь насколько все обтянута насколько все хорошо сработано сразу скажу если где-то что-то не получилось вы нашли пузырик какой-то или там какую-то морщинку в некоторых случаях при особом желании можно повторить процедуру то есть уже готовую деталь вы берете снова покрываете словом проходите феном стараетесь ее разгладить если там ничего не порвется не треснет что бывает исключительных случаях то вы сможете все это исправить на приборной доске даже зубочисткой прям вдавливал все это в такую кашу превращал практически и то потом феном проходишь и вытягивается у вас наверняка возникает вопрос чаш не видно ни хрена что ты там наделал вот вам поближе прокарбоненная деталь со всеми изгибами со всеми своими загогулин коми оп оп вот так улетает она на пол ненавижу я снимать эти модельные хрени давайте так в руках покажу видите она вот на всех вот этих изгибах довольно точно повторила все вот то самое место которое у нас было впадина она тоже оказалась карбоновой я не спорю где-то могут быть какие-то косички прям идеального идеала вы на таких деталях вряд ли добьетесь но вы потом покрываете все это лаком и у вас получается бы практически идеальная деталь вот здесь меня смущает воздух еще немножко попал но будем надеяться вот так кисточка аккуратно прям вдавливаете 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 пока вас не начнется это устраивать и если хочется снова проходите пену вот смотрите стало намного лучше еще раз повторю она будет еще сохнуть лишь через какое-то время эта деталь приобретет свою окончательную форму когда можно будет судить о качестве нанесения карбона после чего вы уже его снова обезжириваете и покрываете лаком желательно после этого конечно по модельной науки лак матировать и полировать тогда вы получите совсем уж вот такой вот но это не лакированный карбон это вот чистый такой карбон лучше покрывать лаком semi gloss полу глянцевым но есть множество деталей на болиде формула один сам обтекатель где все покрыто лаком и она блестючая блестючая поэтому нужно лаком покрывать да если вы хотите просто вот такой грязный карбон то можно принципе и так оставить по желанию моделизм полностью зависит от вашего желания ну а я на этом останавливаться не собираюсь у меня есть еще несколько деталей воздухозаборник тормозов пока откладываем пусть он сохнет я просто не хочу заканчивать серию потому что все равно будут потом какие-то дополнительные вопросы давайте вот эту деталь сейчас тоже покроем карбоном блин ну нельзя же все на глаз делать витус это тоже неправильно ты не прав конечно нельзя уже закосячил вот такой кусочек у нас получается снова его в водичку чуть-чуть там поплюхали по болтыхали это так сказать для закрепления пройденного материала кожух потом с мутюками сам покрою так открываем снова сет находим кисточку не путаем ее с оловой кисточкой хотя если перепутали ну что ж теперь обезжириваем пусть тоже полежит помог нет ждем здесь на первый взгляд все проще но я вам уже говорил все может быть и намного сложнее потому что нужно выгонять из-под декали будет всю влагу чтобы получилось ровненько и вот эти вот декальки которые зацикливаются закругляются сами на себе их они всегда вызывают массу проблем потому что воздух не хочет из нее выходить как правило зашибись я отмерил да вот я к сепор не она в принципе если постараться если сильно постараться если очень захотеть то может быть и сойдется да но это блин все из-за спешки надо конечно все это отмерять сделать напуски и так далее и начинаем выгонять воздух из под детали мне уже тут пару косячков появилась но все это на полировке исправится методом матирования лака полирование все будет хорошо не переживайте вот эти вот изгибы они всегда очень такие капризные заразы приходится натягивать много раз декаль так и хочет сложиться здесь вот видите что происходит ее нужно грамотно и хорошо натянуть значит этот воздушный пузырек он там такая останется не позволяйте ему это делать боритесь со своей декалькой вот чем сложность понятно окажется что деталь плоская чё там положил деку и все можно из двух частей принципе лепить на наш способ хотя и сейчас тут гучель то скорее всего наш придется сюда еще тоненькую полосочку декальки накладывать ну да не беда не беда как говорят жопоруки и моделисты нет ничего неисправимого опа у нас пока я там тер вот здесь жопушка образовалась да не беда хотя может быть и беда не хотелось бы тут иметь морщину самом видном месте так все давайте не ждать а то она уже начинает немножко куржопиться наша деталь к покрываем ее солом и проходим феном тут сразу у меня проблема в том что не хочет загинаться из-за пальцев но мы ей не позволим испортить нам праздник да щель будет блин мастер-класс как не надо делать да ты жопа со всех сторон плохо вот чем сложность этих казалось бы простых плоских деталей здесь она почему-то не хочет все пробуем еще раз здесь внимательно потому что у нас появилась воздушный пузырек появился она начинает слегка так морщится это нормально не переживайте потом все это выправиться но пальцами конечно и вот так вот лапать тоже не лучший способ не выход так сказать из ситуации ну взяться тут не за что просто не за что поэтому приходится вот так вот как-то нежно и аккуратно мне это в основном нужна верхняя часть да поэтому я тут с ней особо тщательно работа пен 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 Субтитры сделал DimaTorzok Тут у меня какие-то волоски поналипли Это не есть очень хорошо Лучше от них избавляться сразу Ну, собственно говоря, все, пожалуй Косякова, конечно, получилось, но я даже не буду удалять этот фрагмент из серии Потому что вы же тоже должны видеть все подводные камни Все сложности покрытия, скажем, такой простой планки Вроде плоская, вроде все, но вы должны знать, что если отмеряете заподлицо То у вас может появиться тут щень Ее потом придется заделывать еще одной полосочкой карбона Пятнышки иногда появляются от соло Но это не страшно Их можно потом смыть водичкой И уже потом лакировать В целом получается вот такая вот штучка Вполне себе карбоновое покрытие Потом покрывается лаком И смотрится отлично Я бы сказал великолепно Но вот это косяк, конечно, мой косяк Лучше такого не повторять И вот здесь видно еще, что толкатели плохо зашпаклеваны Эх, рукожоп, я рукожоп Ну да ладно, пусть лежит, сохнет, она еще обтянется Тут, конечно, вот этот вопрос с толкателями Он довольно важен, потому что если вы будете покрывать днище Надо удалять все мельчайшие косяки Очень сильно обтягивает с помощью сола и фена Карбон ваши детали И любая мелкая неточность будет видна Но любую мелкую неточность потом, опять же, повторю, можно перекрыть с помощью лакирования и полировки Так что если косячите, сильно не расстраивайтесь, друзья Вы же знаете, что косячите не только вы Ну что ж, серия у нас, пожалуй, и так затянулась Здесь у меня будет два вида карбона Это сам карбон и кевлар сверху Я, наверное, это уже покажу в сериях по сборке Макларены MP4х5B Которые выходят на канале Схема сборки Поэтому, если что, welcome туда Посмотрите, как что у меня получилось Там же вы сможете увидеть детали пролакированные Уже в завершении сборки Поэтому следите за всем происходящим Я стараюсь вам максимально подробно показывать все процессы В этот раз вы узнали, как карбонят детальки Даже самым сложным и неподатливым рельефом То, чего никогда не сделаешь с помощью просто соло Знаете, есть такая легенда моделизма Что кладешь декаль, кисточкой намазываешь ее солом И оставляешь Приходишь через сутки, она у тебя идеальная Хер там, ребятушки У вас будут морщины, и все будет жутко А пытаться эту деталь, скажем, вот эту Кисточкой с помощью соло Просто вот так размягчить настолько Чтобы она хорошо легла Я думаю, без фена этого не получится Ну, я так думаю Возможно, среди нас есть какие-то Супер волшебники моделизма В целом Я надеюсь, что сегодня донес до вас полезную информацию Еще раз скажу, что Нанесение карбоновых декалей на детали Это один из краеугольных камней моделизма В формуле 1 Одна из самых потаенных, скрытых тем От обычных моделистов Нигде особо этого не рассказывают Никто не делится своими секретиками Все втикаря делают Ну, как все Все два с половиной человека, которые собирают формульные модели В этом мире Вот Остальные думают Блин, как у них так получается Наверное, они супер рукастые парни Да ни хрена У них такие же руки, как и у вас Просто в этих руках есть фен За сим я, пожалуй, завершу эту серию Как вы поняли, процесс не очень быстрый Примерно день, два, три Вам может понадобиться на прокарбонивание всех деталей После чего вам нужно Опять же, напомню Будет их покрывать лаком Или различными видами лака Кстати, если вы хотите матовую деталь, такой тоже присутствует в формуле 1 То лучше ее сначала покрыть глянцевым лаком Все это отмотировать, выровнять И только потом чуть-чуть сверху дать матового лака Тогда у вас получится ровная матовая поверхность Если вы сразу нанесете матовый лак на декальку То будет небольшая жопушка Все ваши косяки повылазят наружу в тройном или в десятикратном размере Вот такой еще лайфхак напоследок В целом, моделируйте Моделируйте так, чтобы все думали, что вы волшебник Хотя вы обычный человек с обычными руками Давайте, ребят Это была схема сборки До встречи, пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok